всем привет начинаю первый боевой обзор моих поездок как раз о моем первом самостоятельном путешествии за мкат я думаю что так это и было год уже сейчас можно сказать наверное далекий 2012 месяц май число шестое по крайней мере так значится на фотографиях того дня смотрим на карту это была поездка сами на сторожевский монастырь находится он примерно в 40 километрах на запад от москвы видим что указан здесь месяц апрель но я думаю что будем ориентироваться на фотографии и очень небольшой это отрезочек такой на карте но тем не менее непосредственной близости от города находится монастырь он был основан преподобным савой учеником сергия радонежского в 1398 году на горе сторожа и возле реки сторожки вероятнее всего именно по этому месту и были сделаны добавления от имени преподобного савы которого мы знаем как сторожевского на карте можем рассмотреть монастырь поближе видим что неподалеку от монастыря есть источник сам монастырь обнесен стенами с башнями и несмотря на то что монастырь сегодня окажется достаточно непримечательным но тем не менее это был первый монастырь в россии который получил статус лавры очень был любим нашими царями и в общем то для россии имел всегда большое значение более подробно сможете рассмотреть его на яндекс картах но сейчас посмотрим какие фотографии были сделаны в тот день то время я снимал на телефон nokia n79 конечно по этой причине некоторые фотографии могут быть недостаточно хорошего качества хотя в то время 2012 году камера 5 мегапикселей казалось очень крутой момент выхода телефона в 2009 это была просто какая-то нереальная инновация от парковки мы идем в сторону монастыря и здесь видим памятник преподобному саве канонизированном управление царя иоанна грозного и как раз с этого момент момента начинается рост значимости монастыря видим белые стены ну вот какой-то кот отдыхает наверное охранник виды на окрестности стены монастыря утром роса на трапке это уже внутри обители беседка часовня на территории монастыря кроме храмов вот мы видим основной храм богородицы рождественский собор с разных сторон с правой стороны это царские палаты они были построены при царе алексея михайловича и также на территории есть палаты которые называются царицыны здесь уже мы видим казанский храм это снова собор видно башню монастыря интересный факт из жизни обители произошел 1812 году во время нашествия французских войск в районе монастыря находился корпус под предводительством французского военачальника евгения багарне он же был пасынком наполеона бонапарта и когда французы заняли монастырь пытались его разграбить как и многие другие наши монастыри однако по преданию евгению багарне явился сам преподобный савва и запретил наносить урон обители утром когда военачальник зашел в собор подошел к мощам преподобного савва он как раз узнал в образе саввы именно того кто посетил его в бедении и по этой причине монастырь остался нетронутым также более подробно если разбирать этот случай то савва предрек евгению что он вернется домой невредимым и действительно из французских военачальников именно Евгений багарне вернулся во Францию невредимым в общем-то закончил благополучно свою жизнь его сын Максимилиан стал мужем дочери императора Николая Первого и таким образом этот род связал свою жизнь с Россией с православной верой по одному преданию также есть такая информация что сам Евгений багарне перед смертью тоже принял православие но во всяком случае неоспорим факт что в православной вере крестился его сын уже и их потомки которые вплоть до революции жили в Петербурге и служили Россией так мы видим разное строение на территории монастыря интересные такие деревянные крылечки у каменного здания звони звонница с часами это вот как раз дорога к источнику который я показывал на карте в начале обзора и вот такие там строения возле источника интересное место спокойное к сожалению с 2012 года я там повторно ни разу не был но неплохой повод задуматься над посещением царина Сторожевского монастыря еще раз благодарю за просмотр и желаю вам тоже посетить это место в комментариях к видео я добавлю также адрес официального сайта монастыря там есть много интересной информации которую будет также полезно посмотреть изучить всем привет в комментариях